До которого часа в Гомеле на день города будет ходить транспорт? Почти тысяча детей стали жертвами педофилов Беларуси в прошлом году. А еще в Гомеле можно отдать своего ребенка на хоккей, причем абсолютно бесплатно. 12 сентября на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! До которого часа на день города в Гомеле будет ходить транспорт. Автобусы и троллейбусы в этот день будут курсировать в Гомеле аж до двух часов ночи, сообщается в телеграм-канале Владимира Привалова. Помимо того, запустят дополнительные рейсы к центральным и районным местам празднования. Таким образом, все гомельчане смогут безопасно, а главное, недорого добраться домой после окончания праздника. Кстати, на всех мероприятиях будут дежурить кареты скорой помощи, а милицию переведут в усиленный режим несения службы. А как давно вы были на так называемом блошином рынке в Гомеле? Журналист сильных новостей прошелся между торговых рядов, поймал вайп этого своеобразного места. Чего здесь только нет. Одежда, игрушки, старые вещи, видеокассеты, диски, пластинки, часы, статуэтки, бытовая техника и много всякой всячины. Попадая сюда, как будто погружаешься в прошлое и возвращаешься на несколько десятков лет назад. Атмосфера непередаваемая, как будто ходишь по музею под открытым небом. Но музей этот слишком особенный. Увидеть все эти чудесные товары-экспонаты, которые нам предлагают купить, можно на Сельмашевском рынке. А вы знали, что в Гомеле спортшкола Олимпийского резерва проводит бесплатный набор мальчиков для занятия хоккеем? Сильные новости рассказывают детали. Прямо сейчас детская спортивная школа Олимпийского резерва на базе ХК Гомель проводит набор мальчиков 2017 года рождения. Все желающие могут привезти своих детей в группы начальной подготовки по хоккею. И это на минуточку абсолютно бесплатно. В большинстве спортивных секций нужно ежемесячно выкладывать разные суммы не только за занятия, но и за инвентарь, форму и все, что необходимо. Сильные новости узнали, что работать с начинающими хоккеистами будет тренер с профильным образованием, который проходил обучающие курсы в Канаде и России. У вашего ребенка появится возможность поучаствовать в соревнованиях в разных городах. Тренировки будут проходить в Ледовом дворце на Мазурово 110. Если хотите узнать подробности или записаться, то можно напрямую связаться с тренером Глебом Александровичем Журбой. Его мобильный телефон вы прямо сейчас видите на своих экранах. Интересный факт из жизни новоиспеченная Мисс Беларусь 2023 Леоноры Кочеловской. Оказывается, девушка родом из Гомеля. Как пишет КП, Леонора родилась не в Минске, а в Гомеле. Именно там она в 9 лет пошла в модельную школу. Начала участвовать в конкурсах и нередко завоевывать призовые места. О нашем городе у нее только самые хорошие воспоминания. У меня с Гомелем очень теплые отношения. Я люблю возвращаться в этот чудесный город. Гомель возложил ядро, семечку и уже дальше прорастал цветок, рассказала Элеонора. В 2010-м случилась значимая победа на конкурсе красоты маленькая гомельчанка. Гомель сыграл огромную роль в моем становлении, призналась девушка уже после победы в Мисс Беларусь. После школы Элеонора отправилась учиться в Минск, где и осталась после окончания вуза. Напомним, 8 сентября во Дворце спорта прошел финал 13-го национального конкурса красоты Мисс Беларусь 2023. Боролись за корону 24 девушки из регионов и столицы. Заветную корону завоевала Элеонора Кочеловская. Почти тысяча детей стали жертвами педофилов Беларуси в прошлом году. За последние пять лет более трех с половиной тысяч детей подверглись сексуальному насилию, сообщили в Генпрокуратуре. В текущем году количество пострадавших несовершеннолетних увеличилось. Во многом это связано с усилением работы правоохранителей по выявлению лиц, совершающих данное преступление. Также в 2023-м раскрыли преступление 10-летней давности. Дети взрослеют и осознают, что в отношении них были совершены преступления, действия и сами обращаются в правоохранительные органы. В данных случаях уголовная ответственность неизбежна даже спустя такое продолжительное время, отметил представитель ведомства. Более чем в половине случаев жертвы и насильник были знакомы до совершения преступления. Часто в качестве преступника выступают друзья семьи или даже соседи. Ответственность за ЛГБТ. Генеральная прокуратура Беларуси инициирует новый закон. О разработке законопроекта сообщил Роман Сидоренко, старший прокурор департамента по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи. Он сообщил об ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений. Документ пропишет административную ответственность за пропаганду ЛГБТ, смену пола и child free. А уже в этом году в школах будет введен новый курс основы семейной жизни. Занятия будут вести специалисты с высокими моральными качествами. Наверняка вы слышали о женщине-кошке, которая в Минске присела пофоткаться на капот ретроавтомобиля и оставила вмятины. Так вот, она стала героиней мемов. Инцидент с женщиной-кошкой случился несколько дней назад. Дамочка в маске кошки возгромоздилась на капот речайшего 75-летнего Десота и оставила глубокую вмятину. Хозяин обратился в милицию и в сети появились кадры фотосессии, сделанные камерами видеонаблюдения. Женщина сама вышла на связь с владельцем авто и предложила восстановить машину за свой счет. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра.